Здравствуйте, ребята! Меня зовут Мачилова Мария. Я аспирант, инженер на кафедре фармацевтического и химического инжиниринга в Архатуре Менделеева. Вам вообще примерно по сколько лет всем? 14 лет. Прекрасный возраст. Господи, как я скучаю по своим 14 лет. Это было потрясающе. Так, сегодня расскажу вам о том, в чем секрет вообще производства таблеток и фармацевтических производств как таковых. Что вообще такое таблетки? Это твердая дозированная лекарственная форма, которая получается путем прессования или формования лекарственного средства. Или различных лекарственных средств и вспомогательных веществ. Прессование, это, соответственно, ну вы примерно, наверное, представляете, что пресса-то с двух сторон давят или с одной стороны давят. Это такой метод, условно, формирования какой-то структуры, формы и прочего. А формование, это, соответственно, когда мы засыпаем в определенную форму, как в детстве, там, кулички делали, вот так взяли и замок построили. Вот, собственно, два таких метода. Можете задавить и придать, можете просто насыпать и будет у вас такая форма. Соответственно, они могут быть вообще всех видов, какие только могут присутствовать. Вот какую хотите форму, вот такой может быть таблетка. Это все зависит от того, от вашей фантазии и от того, какие материалы вы для этого используете. Сейчас существует даже 3D-принтинг таблеток. Очень такое перспективное направление. У меня коллега этим собирается заниматься. Как раз, надеюсь, потом буду еще и про это рассказывать. Вот, ну, наиболее, конечно, распространенный, это плоскоцилиндрический. Вы наверняка хоть раз в жизни вообще хоть кто-нибудь принимал таблетку. Это просто обычная такая штучка. Ее прям так, просто таблетка и таблетка. Она и есть такая. Она может быть с фаской, это прорезь посередине, может быть без. В зависимости от. Вот, но там для детей обычно могут делать, например, там в виде звездочек. Я недавно видела самое потрясающее, что я считаю, было в фармацевтической промышленности. Это таблетка в виде свинк-цеппа. И я бы очень хотела таким заниматься, но, к сожалению, пока не могу. Вот. Ну и, соответственно, какие бывают преимущества? У нас бывает, ну, достаточно много, на самом деле, разных лекарственных форм. Это и спреи, и мази, внутривенные инъекции, капли и прочее, прочее. И вот одно из них, это твердая лекарственная форма, это таблетки. Какие у них плюсы? Это точность дозирования того, что мы вводим. Если вы когда-нибудь капли себе в глаза или в нос, вы знаете, что там в зависимости от того, как надавил, такая капля и получилась. И точность дозирования сложно соблюсти, потому что просто это не позволяет устройство само. Таблетка позволяет это сделать, потому что у нас уже это сформированная структура, которую мы просто берем, принимаем вовнутрь. И вот сколько мы выпили, столько до нас и дойдет. По факту. Портативность. Ну, очень удобно закинуть себе в сумку, пошел, поехал, неважно, там, всегда в отпуск, всегда все берут таблетки. Спреи могут выкинуть где-нибудь по дороге, потому что в аэропорту могут не пропустить. И много разных, ну, с этим связано проблем. С таблетками обычно проблем нет. Сохранность лекарственных средств. К сожалению, не все у нас лекарственные средства и активные вещества, они могут долго храниться, потому что это обычно какие-то искусственно синтезированные молекулы, которые обладают очень низкой стабильностью. Например, при нагревании они раз и распались, и все, и вы уже не можете принять это лекарство, потому что там уже активное вещество, как такового там уже больше нет. Таблетка позволяет это сохранить, потому что она находится в сухом виде. Обычно в сухом виде активные вещества хранятся лучше, чем в жидком, просто потому что так природа у нас работает, точнее, законы физики и химии, о которых, я думаю, что вы потом как раз узнаете. И таблетка, короче, позволяет сохранить их активные вещества достаточно долго и достаточно успешно. Маскировка неприятных органолитических свойств. Что это такое? Вы наверняка когда-нибудь, не знаю, мама у вас, вы просты, или мама заставляла пить какую-нибудь таблетку, она горькая, неприятная, противная, и вы такие, больше никогда ее не буду пить, зачем я вообще это сделала, это так кошмарно. Или какие-нибудь спреи в горло тоже, типа, кексарала, они такие, вот. Собственно, таблетка позволяет все это скорректировать, потому что мы можем наносить сверху разные покрытия, можем добавлять сахар, можем добавлять разные приятные штучки, которые, ну, потом не отобьют у нас желание снова принимать этот препарат. Вот. Дальше. Значит, локализация действия лекарственного вещества. В зависимости от того, какую форму таблетки мы придадим, какие вспомогательные вещества туда положим, мы можем доставлять активные фармацевтические ингредиенты в разные места нашего организма. Об этом я вам чуть позже подробнее расскажу, но на английском есть даже такой целый термин, drug delivery systems, соответственно, система доставки лекарств, и вот таблетки могут быть как раз одной из таких систем. Пролонгирование действия лекарственных веществ. Сам термин пролонгация – это, соответственно, продление. Некоторые лекарственные вещества, например, от аллергии, они должны действовать достаточно долгий период времени, потому что не очень приятно каждый час закидывать по таблетке, чтобы не умереть от кошки, которая сидит рядом с тобой. Но, как бы, приходится иногда это делать. Вот, например, здравствуйте, проходите, садитесь. Вот, например, есть такие вещества и лекарства, например, кларитин, которые производятся у нас в России и которые производятся, например, в Швейцарии. И в Швейцарии так построено производство, что одна таблетка кларитина может действовать у вас чуть ли не неделю. Это достаточно хорошо. Но в России, к сожалению, производство у нас не такое прекрасное, поэтому оно действует, ну, там, дай бог, часа три. Сильно зависит от. Регулирование последовательного всасывания. Это, собственно, входит в систему доставки лекарств. Мы можем сделать такую таблетку, чтобы она сначала, какое-то активное вещество всосалось у нас из желудка, потом она всасывалась из кишечника, и все это хорошо распределялось у нас по организму. Все определяется технологиями. Также можно делать многослойные таблетки. Например, как раз вот этот вот кларитин, его можно делать таким образом, что сначала у вас будет верхний слой активного вещества, потом будет обычное какое-то вспомогательное вещество. И, соответственно, вы выпиваете такую таблетку, и в зависимости от того, как она рассасывается у вас в желудке, у вас начинает действовать сначала первый слой, потом второй проходит, и опять второй, и так пролонгируется тоже в освобождении активного вещества, и так она дольше просто действует. Это одна из технологий, которая уже общепринята. Надеюсь, у нас в фармацевтической промышленности тоже так все будет примерно по такому же лекалу. Так, ну и, соответственно, сочетание лекарственных веществ, которые не могут совмещаться между собой в жидком состоянии. Например, они входят в взаимодействие, образуют какие-то уже совсем другие молекулы. Это могут быть, например, вы сироп там от кашля выпьете, и если вы добавите туда какое-то еще одно вещество, ну, они там взаимодействуют, и вам от кашля это не поможет. В таблетке, поскольку это твердое, диффузия в твердых целах идет хуже, соответственно, они не взаимодействуют, это позволяет нам совмещать несовместимое. Ну, у всего самого прекрасного есть свои недостатки, как говорили в джазе только у девушки, а есть и у них. Соответственно, при хранении они могут поглощать влагу, терять распадаемость, цементироваться, или, наоборот, истираться, разрушаться. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь в блистрах, когда вы достаете там таблетку, а там уже какой-то порошок на дне лежит, и вот это как раз плохо сделанные таблетки, потому что они истерлись прямо во время хранения, просто когда они лежали у вас в сумке, например. Ну, из минусов, с таблетками вспомогательные вещества также входят в организм, это все оседает на нашей печени, а без вспомогательных веществ таблетку не сделать, к сожалению, поэтому в этом плане внутривенные инъекции самое чистое, что можно вообще к себе вводить, но, к сожалению, не всегда это подмором. Так, отдельные препараты могут образовывать области высоких концентраций в нашем организме. Не просто так говорят, запивайте таблетку большим количеством воды и настоятельно всем советую это делать, потому что если вы не будете этого делать, у вас будет язва. Таблетка может прилипнуть у вас к стенке желудка, соответственно, там будет высвобождаться активное вещество, и область высоких концентраций просто проест вам слизистую. Лучше запивать это, чтобы она попала вам в желудочный сок, и дальше уже по кровотоку у вас все хорошо разносилось. Поэтому всем настоятельно советую, запивайте большим количеством воды. Их невозможно ввести в организм в переводе или в обморочном состоянии, но это, мне кажется, даже объяснять не надо, это и так понятно. И, ну, к сожалению, не все больные могут свободно их проглатывать. Например, маленькие дети не могут проглатывать таблетки, особенно большого размера. Ну, я с этим даже сталкиваюсь периодически, невозможно некоторые таблетки просто проглатить. Вот, и это их большой недостаток. Соответственно, когда мы занимаемся производством вообще таких лекарственных форм, у нас есть определенные требования вообще, что мы от них хотим. Это точность дозирования, потому что если у вас в одной таблетке содержится 10 мг, в другой 15, как вы вообще поняли, сколько вам надо принять? Во всей партии, а это больше тысячи штук, должно все быть одинаково. Если хотя бы одна таблетка не проходит, тесты на точность дозирования, механическую прочность или распадаемость, вся партия списывается, никто ничего не проверяет, как там остальных. Обычно это большие потери для фармкомпании в плане денег. Ну и в целом не очень приятно в этом, что мы производили, а это взяли все в мусорхору, кинули. Такой себе. Вот, соответственно, точность дозирования у нас зависит от того, насколько мы хорошо перемешали, например, нашу таблеточную массу, потому что некоторые таблетки не из гранул состоят, а гранулы, соответственно, странной формы. И если у вас в одной, вот если вот эта таблетка, вот здесь у вас активное вещество, здесь его нет, а здесь оно опять есть, когда оно будет рассасываться, у вас будет какая-то странная концентрация в крови, не очень тоже приятно. Вот, соответственно, нужно соблюдать точность дозирования, чтобы все было одинаково везде и всегда. Механическая прочность. Это вот, собственно, к тому, что вот когда вы достаете из блистера таблетку, а там уже какой-то порошок, таблетка должна, ну, соблюдать механическую прочность, которая от нее требуется, потому что не очень приятно, когда ты достаешь, она у тебя прям в руках уже развалилась. С другой стороны, нехорошо, когда таблетки, например, тоже для детей, и они должны принимать по половине таблетки, а вы сидите в 3 часа ночи пытаетесь чуть ли не с топором разрубить таблетку, которая не ломается просто, блин, бесит, невероятно. Поэтому у всего должны быть свои пределы. Вот. Об основном этот критерий зависит от того, как мы именно формируем данную таблетку, как мы ее прессуем или формуем, и какие вещества вспомогательные мы туда добавляем. И, соответственно, распадаемость. Не очень хочется принимать таблетки, которые потом в тебе так и не растворятся. Зачем? Спрашивается. Вообще это было надо. И также распадаемость, если мы хотим задать конкретное место, где она должна распасться, нам надо проверить в лаборатории или на производстве, а будет ли она вообще в этом месте распадаться, потому что иначе, а как мы это поймем, что ли, с головой возьмем? Нет, конечно. Вот. Соответственно, как я уже говорила, помимо самого активного вещества, в таблетке есть вспомогательные вещества, которые помогают ей быть такой прекрасной, какая она иногда бывает. Но с помощью этих вспомогательных веществ фармкомпании также зачастую нас немножечко обманывают. Например, с помощью наполнителей. Это то, что придает таблетке вес. Когда человек видит то, что он купил таблетку за тысячу рублей, она вот такая вот очень маленькая, он думает, за что я вообще деньги заплатил, ну, типа, не очень приятно. И поэтому в них часто добавляют крахмал, векозу, сахар, неважно. Вот, например, гомеопатия занимается тем, что она вообще только наполнители продает. Там больше ничего, кроме этих наполнителей, нет. Активные вещества, там одна молекула. Но это тоже неприятно. Связывающие. Это то, что помогает таблетке держаться вообще, в принципе, вместе. Она... Не все вещества хорошо, к сожалению, прилипают друг к другу, поэтому иногда приходится добавлять там воду, желатин, спирт или что-то такое, чтобы это вообще все было единой конструкцией, иначе все развалится. Разрыхляющие. Это то, что помогает нам как раз ей распадаться вообще хоть когда-нибудь в этой жизни. Потому что если мы сильно ее спрессуем, и она попадет в воду, точнее, в желудочный сок, она потом не распадется, и нам тоже будет не очень приятно, потому что за что я деньги заплатила? Там где-то вообще ничего не развалилось, ничего не подействовало. Голова не прошла. Нам не нравится. Вот. Идем дальше. Антифрикционный. Если кто-нибудь когда-нибудь в этой жизни пил активированный уголь, сейчас вы поймете. Потому что с этим сталкиваются все, кто пьет активированный уголь. Ее невозможно проглотить. Она прилипает во рту, она прилипает в борле, она прилипает везде. Потому что это очень пористая таблетка, которая хорошо впитывает влагу. И, соответственно, сила прилипания, то есть адгезии, очень высокая. Вот, собственно, чтобы этого не происходило, нормальные производители покрывают антифрикционными веществами. Это то, что помогает их проглотить. Эту таблетку. Чтобы она не прилипала у вас ни к кищеводу, ни к горлу, нигде вообще, даже на пальцах, чтобы не прилипала. Это таблетки, которые такие, если вы видели, они гладенькие, приятные. Посмотрите, они даже блестят немножечко. Вот. Это обычно всякие масла, но иногда от рахмала, потому что у него свойство есть такое. Корригирующие. Это то, чем фармкомпании, собственно, нас обманывают, но в наше же благо. Они улучшают запах, вкус и цвет. Нет, например, в детские таблетки добавляют очень много разных таких веществ. Чтобы дети не говорили, я эту большую таблетку никогда в жизни не приму, мама, зачем ты так со мной сделала? Они добавляют туда всякие сфера, приятные штучки, красители. Если таблетка выглядит сама по себе не очень приятно, там, как серо-бурмалиновая, ее обычно пытаются сделать белой, потому что это нам приятно. Мы думаем, это цвет медицины, прекрасно, классно. Давайте-ка будем все красить и добавлять всякое вкусное. Ну, к сожалению, приходится нам так и добавлять, потому что не все люди могут что-то понять в плане фармацевтической промышленности. Да, они не обязаны. Вы, как конечный потребитель, не должны страдать от того, чтобы вы приняли какое-то лекарство. Ну и, соответственно, в этой же группе есть красители. Собственно, красим разное. Видели все там, мизин розовый. Ну, от природы он там вообще не розовый. Вот, там, не знаю, тимполгин зеленый и всякое подобное. Соответственно, таблеток, как я уже говорила, может быть 100 тысяч миллионов разных видов. Они могут быть прицованы и формованы. Это в зависимости от того, как мы их вообще производим. Покрытые, не покрытые как раз вот разными антифрикционными веществами или веществами, которые позволяют ей рассасывать, например, кишечники. Шипучие. Это витамин С, который мы пьем, например, кидаем в стакан воды и потом выпиваем такую суспензию небольшую. Кишечно-растворимые, собственно, тоже покрытые, не покрытые. С модифицированным высвобождением. Это, вот, например, пролонгированное высвобождение, продленное. Или, наоборот, очень быстрое. Если у нас сильно болит голова, мы хотим, чтобы вот она прям сейчас прошла. Вот прям сию минуту. И вы выпиваете такую таблетку, которая очень быстро вас высвобождает и делает вам лучше. Таблетки ретарта, это, соответственно, с пролонгированным высвобождением. Это, наоборот, когда вы хотите, чтобы она просто действовала долго и упорно. Как, например, от аллергии или для приготовления растворов, суспензий и всякого разного. Например, фурцелин продают в таблетках как раз, потому что он так лучше сохраняется. Потом его растворяют в воде и делают с ним разные манипуляции. Там протирают что-нибудь или подобное. Полоскают горло, например. Соответственно, вообще путь формирования таблетки как таковой – это достаточно важный процесс. И практически все стадии, которые здесь представлены, они влияют на то, что мы получим потом по итогу. То, что отмечено звездочкой – это необязательная стадия. То, что не отмечено звездочкой – это то, что должно быть обязательно. Мы должны взвесить то, что мы вообще хотим спрессовать или сформировать, измельчить это до нужной нам фракции. Потому что если у нас будут вот такие огромные гранулы, мы никогда их в жизни не спрессуем просто потому что. Потом отсеять ту фракцию размеров, которая нам не нужна, смешать все это дело воедино. Процесс гранулирования – это, наверное, не буду сильно на этом останавливаться. Скажу в двух словах, то, что гранулы – это вообще отличается от прожка тем, что у них тоже заданная форма, круглая, вытянутая, неважно. И зачастую для таблеток необходимо придать им именно такую форму, чтобы они потом соответствовали механической прочности, например, соответствовали распорядаемости и прочему. Таблетирование – это, собственно, прессование или формование. И нанесение какого-то покрытия, если нам того хочется. Сегодня мы с вами будем… Да. Это таблетки с пролонгированным высвобождением. Это такие таблетки, которые вы выпиваете, и они сделаны таким образом, что они будут действовать там не три часа, а, например, семь, десять, неделю, год, неважно. Вот, с разным накопительным эффектом. Так, ну и, соответственно, мы сегодня будем с вами взвешивать то, что мы хотим. Вещества я уже для вас подготовила, потом смешайте их между собой и спрессуйте. Собственно, как раз поговорим о том, как у нас вот это вот освобождение идет в организме, потому что это очень сильно важно. Я вам специально раздала на стол, потому что здесь достаточно такая слепая картиночка. В зависимости от формы того, что мы принимаем, оно будет у нас в разных отделах желудка и кишечника растворяться. Вот здесь как раз представлены такие капсулы, у которых, например, сначала распадается оболочка, и это позволяет им пройти желудок, и потом распастся уже, например, в кишечнике. Или таблетки, которые распадаются прямо в желудке. Вот прямо они туда попали, и все. Есть такие вещи, которые растворяются вообще только... Микстура, да. Но они тоже, соответственно, действуют уже у нас в пищеводе и в желудке, потому что они ничем не спасены, условно, от нашего желудочного сока. Там очень агрессивная среда, она может даже активное вещество убить, поэтому тут уж как захотел производитель. Таблетки, которые растворяются только в тонкой кишке или в толстой кишке, и, соответственно, в зависимости от того, что мы с вами сделали, что мы захотели сделать, мы получаем высвобождение в том или ином месте. Сначала это все попадает в желудочно-кишечный тракт, потом это все уходит в нервную систему, распределяется по разным органам нашего организма и выводится почками, мочевым пузырем, на самом деле еще с потом иногда, поэтому все в том, чем это может вообще выводиться, там это присутствует. Все выводится. Но нам-то важно, чтобы у нас именно в определенный орган доставилось, то есть если болит голова, хотелось бы, чтобы голова прошла, а не желудок прошел. Поэтому вот, собственно, делают такие таблетки, которые позволяют нам доставить это в определенное место. Ну и, соответственно, существует куча оборудования, не буду сильно на этом тоже концентрироваться, потому что, наверное, уже у нас время к тому, чтобы идти. Существуют виды разных таблет-прессов, потому что, поскольку мы сегодня будем с вами прессованием заниматься, не буду вам уж про формование рассказывать, они бывают с покоющейся матрицей и с подвижной матрицей, с покоющейся, соответственно, эксцентриковые и с подвижной ротационные. Матрица – это такой, обычно, это такой диск, который вот, например, здесь представлен. В нем куча разных форм отверстий, например, в виде свинки Пеппы, если вы хотите таблетку в виде свинки Пеппы. И есть воронка, которая засыпает в эту матрицу наш гранулят, порошок, неважно, что-то. И дальше пуансон, это такая штучка для пресса, подходит и прессует эту таблетку. Соответственно, у эксцентриковых будет двигаться вот эта воронка, которая засыпает в разные части матрицы наши вещества и пуансон их сдавливает. А у ротационных будет наоборот, у него будет двигаться сама вот эта матрица с отверстиями. И дальше там уже воронка будет на одном месте, пуансон на другом, и все будет происходить так, как в непрерывных производствах обычно. Ну и, соответственно, у эксцентриковых это обычно лабораторные варианты, лабораторные или полупромышленные, которые позволяют нам, например, ты в лаборатории что-то получил, и потом переносить уже на большое производство. Это тоже долгий, достаточно неприятный, дорогостоящий процесс. А ротационные – это то, что обычно используют на больших производствах. То есть это позволяет нам производить до полмиллиона таблеток или больше в день. Это очень большие объемы, поэтому их используют там. Соответственно, такие обычно машины оснащены сразу всем комплексом каких-то исследовательских вещей. То есть они сразу же контролируют, какая там механическая прочность, где она там будет распадаться, сколько там активного вещества. Поэтому в основном применяют именно их. Ну и, соответственно, подводя итог, чем нас привлекают разные таблетки, это может быть и форма, и цвет. Мы можем наносить на них на самом деле вообще все, что захотим. Любые логотипы любой компании. Можем придать им те свойства, которые нам захотелось почему-то в нашей голове. Поэтому это самый распространенный вид лекарственных средств, которые принимают. У каждого дома в аптечке есть таблетка. Далеко не у каждого есть, не знаю, там, спрей от горла. Зато таблетка всегда... Да, да, фактически да. Да, в зависимости от того, что вот какую матрицу мы положили и какая у нас там, какая у нас машинка, мы вообще можем придумать что угодно. Вот прям недавно покупала в лабораторию таблет пресс новый, к сожалению, еще не приехал, поэтому сегодня с вами на старом поработаем. Столкнулась с тем, что мне сказали, а что вы хотите наносить? А я думаю, а я все, а я все хочу наносить. Вот все, что мне хочется, то и хочу. Но, к сожалению, не разрешили мне так делать, поэтому приходится скучными вариантами ограничиваться. Вот, и вот таблетка позволяет нам любую вариативную, вообще любое лекарственное вещество принять вовнутрь. Но помним, что у них есть тоже свои недостатки. Это шиповский способ, который что угодно может наносить. Но если не что угодно может наносить, стоит 3 миллиона, то, наверное, что угодно, это очень много денег. Ну, не я конкретно, не я своих денег, но стоит дорого штучка, да. Соответственно, тесты на растворение выглядят как просто корзиночка, в которую помещается таблетка и перемешивается. Обычно устанавливается температура среды, как в нашем желудке, это 37 градусов. И мы имитируем желудочный сок и смотрим, как оттуда высвобождается то или иное активное вещество, которое нам хочется. Или вспомогательное вещество, если нам того хочется. Они могут быть с кучей разных вариантов. Например, у нас стоит типа лопастная мешалка. Это как раз, которая желудок имитирует. Есть те, которые имитируют, например, нос. Есть те, которые имитируют кишечник. И у всего есть тоже свои стандарты. Если вы вдруг захотели купить в фармацевтическую лабораторию нестандартный прибор, вам скажут, а вы не фармацевтическая лаборатория, до свидания. Все, мы с вами больше работать не будем. Поэтому, когда на фармацевтических производственных фармацевтических лабораториях все проходит свою сертификацию, в том числе и оборудование. Ну и, соответственно, есть еще тест на механическую прочность. Они обычно очень просто выглядят. У нас, например, в лаборатории стоит такой приборчик, который давит на таблетку и измеряет в ньютонах, какая сила давления на эту таблетку. И в тот момент, когда таблетка ломается, он записывает показания прибора. Соответственно, таблетки для детей должны быть чуть мягче, таблетки для взрослых чуть жестче, и он нам позволяет это оценить. И тест на истирание выглядит как просто барабан стиральной машины, наверное. Там просто крутится таблетка, и мы смотрим, сколько с нее там всякого осыпалось. Соответственно, никому не хочется, чтобы ты доставал таблетку, она у тебя прям рукой посыпалась. Хотелось бы, чтобы она держалась и не истиралась, пока мы ее хотим использовать. Ну, собственно, на этом все. Давайте пока с вами перейдем в лабораторию. Сегодня мы будем делать таблеточки из двух веществ. Это крахмал, и это... Ну, я не советую. И это триптофан. Триптофан – это такое очень легкое наше природное успокоительное. Оно используется как багы. Обычно спортсмены его используют, потому что после тренировки очень тяжело уснуть. Ваша задача сейчас будет отвесить и того, и другого для вашей таблетки. Если хотите, разбейтесь на пары. Так будет просто быстрее. Можете индивидуально делать. Смотрите, 0,1... Я повторять не буду. 0,1 грамм вот этого и 0,1 грамм вот этого. Весов три штуки. Смотрите, 1, смотрите, 2, и сзади вас... А сколько желтого? Вот здесь. И сзади вас три. Сейчас я покажу, как это делать. Смотрите. Так. Кладем фольгу. Это то, на чем мы будем все отвешивать. Вешать. Сбрасываем. Обнуляем. И сзади вас еще лежит... Я сама возьму, давайте. Я так долго вам буду объяснять. А, парень отвешивается. Берем шпатель. Это называется шпатель, да? Нет, спасибо, нас уже сделали. Так. Спасибо. И... Так. Не хватает. Добавляем еще. Еще чуть-чуть. Так, многовато. Нужно там встать. А так многовато. 0,2 грамм, 0,8, 0,9. 0,1 и 0,1. Смотрим. Ну, пусть будет столько. Открываем. Чувствуешь, да? Чувствую. Спокоился. И сыпем. Меня уже по всем плекам платили. Нет. Блин. Видно хоть кому-нибудь вообще? Да, нам видно. Вас я не сомневаюсь, ребят. Я не представляю, какой нас был. Так, очень темно. Так, ну вот, примерно как раз 0,1. Целый выход сейчас идеально. Так. Теперь. Пресс. Да. Мы достаем это дело. Вот это матрица называется. Мы ее соединяем просто с донышком. Во. Повыше подниму, чтобы просто было видно. Крутим бараночку. Так, теперь нам надо засыпать это все дело в матрицу. Логично? Да. Воронка есть. Так точно. Аккуратно. Аккуратненько засыпаем. Аккуратно. Действительно. Зубочистка, зубочистка. Можно сделать вот так. Так, засыпали. Берем... Это называется пуансон. Это то, чем мы, собственно, будем давить сверху и делать наши таблецы. Я сейчас упаду. Вставляем его вовнутрь. Ну так, без усилия просто вставляем. Теперь закручиваем. Закручиваем тоже без усилий, но чувствуем, что подошло. Все, хорош. Закрываем и немножко подкачиваем давление. Здесь есть барометр. Что-то не идет. Потому что надо подкачать. Вот, где-то до 10 бар. 10 бар есть. Остановились. Скинули. Смотрим, что получилось. Просто так вот таблетку сами не вытащите, потому что пространство там маленькое. Поэтому нам надо ее выдавить оттуда. Вот это, видите, пустое колечко. Мы вот так вот ее вставляем. Да, и вот так же просто сверху выдавливаем таблеточку. У меня даже... Не, нормально. Ну, если у меня руки слабые, поэтому... А у меня сил хватило, поэтому я думаю, что у вас точно хватит. Вот, теперь... Кто сказал? Теперь можно вбрать. Есть нельзя. Предупреждаю всех. Говорю на камеру, есть их нельзя отсюда. Это чисто таблеточная подок. Вот. Получилась таблеточка. Успокойтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!